Здорово всем парни, у микрофона мухи, читают меня Дмитрий. Ну и сегодня хотелось бы изобретать вот такой вот видос по поводу ПВЕ в нашей любимой прекрасной игре Warface. Конечно, хотелось бы сделать видосов побольше и делать стримы, но наша любимая игруха, как всегда, меня крашит, виснет и так далее. Ну, в любом случае, ошибку передал я администрации и будем надеяться, что это все дела не пофиксят как можно быстрее. Ну а так, давайте посмотрим, что у нас вообще сейчас по ПВЕ. Закончилось все у нас БП, закончилось у нас событие, сейчас у нас будет скоро событие на 9 мая. Ну и я думаю, уже под конец сезона можно сделать такое вот видео, как я делаю всегда, что можно сделать на новый летний сезон, какие ситуации там могут быть, какие лучше поставить награды. И по поводу всего этого мы с вами сегодня и поговорим. Ну и давайте, наверное, начнем с хорошего, а именно с новых конфлижей, которые нам анонсировал Warface Team на новый боевой пропуск летнего сезона. Такие вот у нас прикольные довольно-таки джунглевские скины в виде всяких чешуек, там змей, там брелков еще и так далее. И что могу сказать, ну в принципе прикольно, да, у нас схематика скорее всего и джунглей на лето. И хотелось бы, конечно, на ПВП видеть возвращение карты Лес, Переправа и многих других карт, которые так просят игроки, так как это связано с тематикой джунглей, леса и всего такого. Так сказать, дополнение к новому сезону. Ну а я думаю, блогеры по ПВП это все дело уже скажут, пояснят и так далее. У меня немножечко другой формат. Что касается ПВЕ, то здесь все довольно-таки спорно. И, конечно, многие игроки ждут возвращения легендарных спецух, таких как марафон, ликвидация и так далее. И на ПТСе даже что-то химичили с этими спецухами, а именно по сложностям, сложно-легко. И я хотел бы сказать, что я бы вот на месте Алло Стима не добавлял бы сложности марафону и ликвидации, так как это легендарные спецухи и у них в принципе не предусмотрено сложности легко и сложно. Они, грубо говоря, как начало Warface, что-то, так сказать, важное, на котором строился весь фундамент ПВГ. И делать им легкие сложки, ну, лично мое мнение, это бред. Я бы оставил все как есть, а именно тупо провки, так сказать, отдать дань игрокам, которые ходили, потели, тратили нервы, знаки, изучали и так далее. Но это, конечно, маловероятно, что будет, но будем надеяться, что это у нас произойдет. И они сделают именно провки, они добавят фулл легкие сложки. Потому что если будут добавляться легкие сложки, то это, скорее всего, будет именно актами. Как раньше добавлялся марафон, что сначала Острия, потом Засада, потом Зенит и марафон в конце. Это чисто будут отдельные спецоперации, которые будут добавляться и меняться в течение недели. Ну, думаю, вы мою задумку поняли. Так и по ликве, скорее всего, будет. Вот. Ну, а так, скорее всего, лично, как я думаю, что будет перерабатываться, это будут Восход, Вулкан и Затмение. Скорее всего, эти три спецоперации у нас будут в летнем сезоне. Опять же, эта инфа не стопроцентная, поэтому ждем ПТС и на ПТС уже будем смотреть. И что касается счета и времени на спецухах. Вот самое такое, наверное, кончное. Банальный пример. Ледокол профи. Именно 25 минут на 800 тысяч счета. Вы серьезно, да? То есть, как обычному рандомному пати это взять? То есть, на той же Припяти счет 250 тысяч и время, по-моему, или 35 минут, или 40 минут. Не, вроде 35, если мне память не изменяет. Вот. То есть, даже на той же Припяти, хоть там она и легко пробегается, то есть, там счет особо не запариваешься, но все равно 90% рандомы это не пройдут. То есть, хотелось бы банальной переработки счета и времени. То есть, на тот же Рой нам прикрутили 200 тысяч к лям, как вы помните, но потом убрали, и все хорошо стало. Но зачем было трогать ледокол? Я не понимаю, кому там мешал этот счет? Я не знаю. Там был счет 200 тысяч. Он брался вообще спокойно, даже не запариваясь, на время 35 или 30 минут. Я уже, честно, не помню, сколько там было время. Вот, если они его еще не меняли. И все было хорошо, игроки все проходили, все было окей. Сейчас же они добавили счета 800 тысяч, время 25 минут. То есть, даже продвинутая команда не всегда может взять счет. И поэтому я и говорю, что 90% играют в рандоме. И в рандоме, поверьте мне, вы хрен возьмете короны с первого раза. То есть, я ходил, я знаю. Поэтому хотелось бы переработки, еще одного пересмотра всего этого. Так как на будущих спецухах, таких как Вулкан, Марс, там ты короны тоже с одной катки не возьмешь. Тебе нужно сидеть и фармить счет. Или в конце, или же в течение всей катки. Это тоже бред. И нужно или отказываться от этого бреда, которому уже 12 лет, или же просто взять и переработать на адекватные цифры. То же самое и с ПВЕ-миссиями. Убрать к чертям этот чертов счет, время и вот эту всю хероту. Ну вот зачем, скажите мне на ПВЕ-миссиях, которые ходят два калеки в день, счет и время. То есть, мало того, что на профи ты получаешь 200 корон, сливая тонну знаков. При этом еще имеются индивидуумы, которые игру тебе руинят. В виде того, что ты не сделаешь там им счет или время, или там не дашь задание сделать. И вот с такими дебилами тебе приходится приходить. И сейчас реально проблемно ПВЕ просто тонна. Я все, конечно, передаю нашей любимой администрации, но не факт, что они это будут чинить. То есть, если хотите, я сделаю отдельный видос по таким глобальным ошибкам в ПВЕ. Там и комьюнити, и баги, и лаги, и хераги, и так далее. Опять же, если вам это интересно, я вам сделаю видос отдельный. Вот. Но это суть и дело не меняет. И ПВЕ-миссии, лично как по мне, они себя изжили. И нужно их делать просто как а-ля мясо на ПВП. То есть, от вас особо ничего не требуется, вы играете себе в удовольствие. Вам не нужно сидеть, набивать счет, набивать время. Вы просто пробегаете, как вы хотите, сколько вы хотите, с каким оружием вы хотите. И все. То есть, это должны быть миссии легкие, чтобы ты пришел после работы уставший, зашел, нажал две кнопки, пробежал, и все. Чтобы короны были фиксированы. Все-таки это ПВЕ-миссии, а не спецоперации, на которых нужен какой-то скилл, опыт и так далее. Очень хотелось бы, конечно, изменения в этом плане колоссальных, так как проблем реально очень много у нас в этом плане. Ну и моя самая любимая тема, это ПВЕ-магазин. Почему нельзя сделать ПВЕ-магазин именно фиксированным, чтобы там призы были, скажем так, навсегда. То есть, не каждый сезон обновлялись награды, а сделать награды, которые фиксированы. Чтобы, допустим, зашел новый игрок, да, и купил там, ну не знаю, оружие себе навсегда какое-нибудь золотое. Там, скинчик, камуфляжик, то есть, добавить в магазин именно фиксированные призы, там, за короны. Чтобы игрокам можно было тратить корону, а не как я скупил Сулмагаз ПВЕ, и мне нихера короны больше тратить некуда. Вон, пушки золотые покупаю в магазе, когда вводят. Просто-напросто. Это реально будет интересно, я не говорю туда мету закидывать. Нет, закиньте туда всякий хлам. Будь то золотое оружие устаревшее, которое вы в магазин все равно за короны водите. Старые скины, такие как Кос, Атлас, Гром, которые даются за регистрацию. Какие-нибудь интересные камуфляжи. Камуфляжи там всякие хлам, типа города и джунгли, ну, они в магазине есть, за варбаксы покупаются, но можно туда их тоже запихнуть. То есть, какие-нибудь туда Атлас скины можно запихнуть, там, Апсалют и так далее. То есть, реально, какие-нибудь OpenCup скины, которые нафиг никому не нужны, но в коллекцию будут нужны. То есть, награды можно реально добавить туда прикольные, чтобы игроки тратили свои короны хотя бы там и в коллекцию зутали. Я не думаю, что это как-то сложно и как-то нереально. Но игроки, я думаю, многие вам скажут спасибо, что вы хоть как-то разнообразили ПВЕ-магаз. Чтобы мы не ждали каждого сезона и через две недели не скупали фуллмагаз. Потому что мне две недели достаточно, я скуплю фуллмагаз ваш ПВЕ-шный. Так что, ну, конечно, идея хорошая. Я надеюсь, что игроки со мной согласятся и продвинут ее дальше колодом, чтобы они рассмотрели ее на летний сезон. Потому что, поверьте мне, ребята, это реально тема классная, если вы будете всяких вам покупать там. Ведь я знаю много людей, которые хотят что-то купить, но этого нет в магазе. Тут же камуфляж какой-нибудь старый или скин. Вот вам возможность будет за короны покупать. Ну, а так, пишите свое мнение в комментариях, что бы вы хотели добавить в ПВЕ-магаз новый сезон. И что думаете по поводу всего, что у нас в игре происходит.